Начнем наш выпуск с новостей Кунгурской городской думы. На прошедшем плановом заседании народных избранников депутаты внесли изменения в бюджет, поправили устав города и заслушали отчеты. Не обошлось и без поздравлений с праздниками. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Былое из думы». Заседание кунгурских законотворцев в преддверии Дня защитника Отечества началось с праздничного события. Поздравить мужскую часть народных избранников пришли учащиеся 13-й школы. Десятиклассники активно изучают структуру работы законотворческого органа, регулярно посещая заседания депутатов. В этот раз школьники подготовили подарок, изготовленный собственными руками. Пусть вас никогда не покидает крепкое богатырское здоровье. Пусть рядом будут те, кто понимает и верит в вас. Счастья вам и всех благ. Этот плакат мы дарим вам. Спасибо. После этого с итоговым отчетом о деятельности кунгурской полиции перед депутатами выступил начальник отдела МВД России «Кунгурский» Андрей Грязных. Большая часть информации уже освещалась СМИ, однако законотворцев интересовал вопрос безопасности на городских улицах. Немаловажную роль в этом играет система уличного видеонаблюдения. Главный полицейский города отметил, за последнее время камеры, установленные на городских улицах, устарели морально и физически. Некоторым нужен ремонт. Вопрос обслуживания устройств практически решен. Им дадут вторую жизнь в этом году. Решили вопрос по тем камерам 16, которые были установлены в далеком 2008 году, по части замены камер, ну и по части ремонта. Я надеюсь, что в текущем году они окажут нам свое подспорье по раскрытию преступлений, которые совершаются в общественных местах и на улице. Кунгурикам, жителям многоквартирных домов, уже давно пора позаботиться о видеонаблюдении в своих дворах и подъездах. Во многих городах это повсеместная практика, и установленная система видеофиксации очень помогают в раскрытии преступлений, отмечает Андрей Михайлович. Возможно, и в нашем городе собственники задумаются о собственной безопасности. Часть преступлений, особенно в теплое время года, весна, лето, начало осени, совершаются из подъездов. Домов это в основном кражи велосипедов, не исключены кражи колясок. На улице города кражи аккумуляторные батареи, часть преступлений, к сожалению, остаются нераскрытыми, но мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы эти преступления были раскрыты. Не за горами лето 2018, а это значит, что кунгурские дети вновь отправятся на летний отдых в загородные лагеря. В этом году свои двери вновь распахнут центры оздоровления «Чайка» и «Ермак», принимая юных кунгуряков на протяжении четырех смен. Об этом депутатам доложила начальник управления образования Ольга Кошкина. Запланированное количество отдыхающих нынче ничуть не уменьшится. Подготовка к летней здоровительной кампании идет полным ходом. Прогноз на этот год и позитивные итоги прошлого лета прозвучали на заседании Думы. Что касается охвата детей, мы с вами в очередной раз наши плановые показатели перевыполнили. Плановый показатель охвата детей в целом летним отдыхом 82% у нас установлен, но удалось нам оздоровить 94% детей от общего количества детей нашего города. Организованное оздоровление удалось провести благодаря тому, что мы очень давно реализуем шесть основных форм летнего отдыха. И наибольший охват из них составляют, конечно же, отдых детей в загородных и санаторных лагерях. Также организация лагерей дневного пребывания на базе наших образовательных организаций, в том числе учреждений дополнительного образования. Мы сохраняем практически все те формы, которые уже долгое время с нами, и стараемся выдерживать те цифры, которые нам устанавливаются соглашением. Среди позитивных нововведений – повышение безопасности детских лагерей. В этом году продолжится реализация программы антитеррористической направленности. Территорию лагеря «Ермак» продолжат обносить забором. К сожалению, выполнить всю работу за раз сложно, ведь затраты на это немалые. В этом году мы выделим 300 тысяч рублей для того, чтобы часть забора еще построить. То есть, на самом деле, средств для того, чтобы завершить, наконец-то, строительство нашего забора, нужно чуть больше миллиона рублей. Сегодня летняя компания не может себе позволить такие объемы, поэтому, видимо, мы забор с вами будем строить долго. По крайней мере, вот по сколько-то метров в год, 300 тысяч мы можем выделить, для того, чтобы не серьезную такую нагрузку на плечи родителей не возложить и не увеличить значительно стоимость путевки для наших детей в загородные лагеря. В завершении заседания в зале администрации вновь звучали аплодисменты. На этот раз законотворцы решили наградить почетной грамотой депутата 3-го, 4-го и 5-го созывов. В прошлом председателя городской думы 4-го и 5-го созывов Александра Трикоза. Повод более чем достойный. Александр Анатольевич на днях отметил свой 60-летний юбилей. Дорогие уважаемые депутаты, мы сегодня приняли решение наградить почетной грамотой Кумбурской городской думы нашего бывшего коллегу, депутата Кумбурской городской думы в нескольких созывах, председателя Кумбурской городской думы в нескольких созывах Трикоза Александра Анатольевича. За весомый вклад и совершенствование нормативно-правовой базы органов местного сопротивления города Кумбура и в связи с его днем рождения, это 60 лет, Александр Анатольевич. АПЛОДИСМЕНТЫ